Украина освободит Крым к концу августа 2023 года. Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес отметил, что это произойдет, если Запад продолжит предоставлять оружие и оставит в силе санкции в отношении РФ. Ходжес подчеркнул необходимость предоставить Украине высокоточное оружие большей дальности. Война между Россией и Украиной идет уже 10 месяцев. Не пора ли НАТО определиться со своими целями в этом конфликте? Это очень хороший вопрос. Мы говорили о том, как важно гарантировать, что Украина не проиграет, а Россия не одержит победу. Но, как мне кажется, с недавнего времени мы перестали говорить о наших конкретных стратегических целях. А ими должно быть полное восстановление суверенитета Украины на всей ее территории, включая Крым, и возвращение на родину депортированных украинцев, в первую очередь тысяч украинских детей, насильно вывезенных в Россию. Такого рода вещи нужно говорить четко. Несколько недель назад я посетил Международный уголовный суд и уверен, что прямо сейчас его сотрудники проделывают огромную и трудную работу, готовя в отношении руководства в Кремле дела по военным преступлениям, в особенности в связи с депортацией украинских детей, геноцидом и ежедневными атаками на энергосистему и гражданские объекты в Украине. Они пытаются бить сегодня по нашим базам, по скоплению войск в тылу. И наносили удары в том числе и камерсами. Причем наши посчитали, он уже не на 70 километров летает, а на 145. Видимо, что-то поставили другое. Но здесь тоже надо, понимаете, тридцать. Им поставят все. Они будут все равно поставлять. А им поставят все. Это будет бач на 200, на 300 поставят. Самолеты и абросы в свое время придут. Епоха однополярного меропорядка завершилась. Начать хочу с этого. Без этого никуда не деться. Несмотря на все попытки ее сохранить, законсервировать любимые средства. Ваша жизнь за время его правления, 22 года, стала лучше? Конечно. Абсолютно. А что улучшилось? Жизнь стала лучше. Как-то и... Ну, как вам сказать? Все стало лучше. И небо над головой. И так далее. И президент, очень приятно посмотреть, не надеясь на... Которую. А, ну это ж... Никогда. Всегда. Ай. Да я не могу это все выразить. Ну, не умею. В общем так. В общем плане. Я только за. Но только не против. У вас не будет немножко мелочи, копеечек? Покушеньку пить. Эпоха однополярного миропорядка завершилась. Кремлевским параноикам подкрался конец. Незаметно. Российские спецслужбы используют массированные дезинформационные компании для манипулирования общественным мнением как внутри России, так и за ее пределами. На текущем этапе наметились признаки поиска Кремлем приемлемого для него выхода из спецабасрации. Можно назвать это попыткой сохранить лицо путинскому режиму и показать его мудрость и милосердие по отношению к своему же народу. Но также вполне возможны и совсем иные трактования потуг лоббистов сворачивания масштабного кровопролития, загоняющего Москву в тупик всеобъемлющей безысходности. Не движемся, мы уже приехали на станцию под названием Конфронтация. Нас никто не любит и любить особо нас не собирается. И нам это не нужно. Но кто-то же все-таки любит. Кто-то любит и это, наверное, не меньшая часть мира. Пока зиганутые патриоты и охранители перетирают людоедский вброс про радикализацию СВО на пресловутом канале Незыгарь, на международной арене параллельно разыгрывается комбинация с пацифистским уклоном. Развивается информационно-психологическая спецоперация, которую можно обозначить как безальтернативность дипломатического решения по Украине. Мы не требуем, чтобы Зеленский сдавался. Мы требуем дать приказ прекратить сопротивление. Издание Die Welt рассуждает на тему, что ряду европейских лидеров нужен диалог с Путиным. Более того, европейцы совместно с руководством США ведут тайные консультации на предмет дипломатического урегулирования конфликта при уходе Путина с сохранением лица. Якобы европейские избиратели склоняются именно к такому варианту, несмотря на жесткую военную кампанию РФ против Украины. Здесь, кстати, кроется ответ на вопрос, почему анонимы на Незыгоре пропихивают контр-тезис про «мирный этап СВО». Дескать, это только цветочки. После материала Die Welt, как черти из табакерки, выскочили миротворцы. В США скандальный экс-президент Трамп заявил, что не допустил бы конфликта в Украине, если бы в 2020 году его избрали. Путинская марионетка на содержании «Газпрома» экс-канцлер Шреддер указал на рукопожатность Путина, ведь нужно помочь облегчить судьбу украинских военнослужащих и гражданских. Где господин Доброход был в период кровавой бани в Мариуполе? И много ли средства отдал жертвам трагедии? Подруга Путина, французская фашистка Лепен, призывает снять неэффективные санкции против РФ. Ею и другими российскими агентами продвигаются скобеевские нарративы о невыносимых страданиях немецких и британских пенсионеров от инфляции в 7%. То, что в России средняя инфляция перевалила за 20%, конечно же, умалчивается. Тоже, увы, не шутка. Неприхотливый российский пенсионер потерпит за Путина и его не войны, ведь все равно помирать. А министр финансов Силуанов публично заявил о необходимости срезать бюджетные расходы на более чем полтора триллиона рублей. Ведь нужно спонсировать восстановление оккупированных территорий. Вот такая забота о ком угодно, кроме, собственно, граждан самой России. При чем здесь Россия-то? За усиленной злокачественной российской активностью стоят несколько больших путинских страхов. Поставки новых партий вооружений для ВСУ, особенно тяжелой артиллерии, ведут к поражению измотанной стороны агрессора. Подобный вариант запускает дворцовый переворот под эгидой ФСБ. Патрушеву уже удалось разорвать в клочья соперника на пост президента, таежного оленевода Шойгу. Дорога в Кремль открыта для его сына Дмитрия. Все хорошо просчитано, ведь Путина как раз ждет конец надутого медового месяца с глубинным народом из-за усиленного эффекта санкций. Такие многоходовочки творятся за спиной у неадекватного фюрера, которого просто подводят к неизбежной погибели. Но вам не кажется, что вот это желание быть цивилизованным обществом, когда вокруг нас готовится война против нас тотально, а не просто какие-то там укра-нацисты, ну немножечко отстает от сегодняшнего времени? Вот сидит в окопе человек, в окопе, стреляет, совершает подвиги и читает новости, что некие правозащитники задают вопрос президенту. Правозащитники – это в принципе уже дискредитированная вещь. Нет правозащитников. Это организация, навязанная нам Западом, в которую уничтожается все русское и с нами готовится воевать. Ау! Воевать! Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что неизбежно? Нет, они не боятся, поэтому они там и находятся. Мы же в рай попадем. То есть поэтому смерть – это окончание одного земного пути и начало другого. Но бояться этого… Вот когда мы 30 лет жили, не глядя в будущее, вот сегодняшним днем, вот упирались в нашу экономику там как… А сейчас у нас появилась мечта. У нас появилась… Вот на самом деле мы знаем, зачем мы живем. Это дольше, чем вот мы. Да? Какой мир мы будем строить дальше? Это нематериальная мечта, да? Абсолютно. Нет, нет, это нематериальная мечта. Это высокая цель, которая… Да, да, да. Как говорят классики, жить стоит только ради того, ради чего ты можешь умереть. Совершенно верно. Да. Но это так и должно быть. Мне кажется, ведь только у нашего народа могла родиться известная поговорка «На миру и смерть красна». Как это так? Смерть – это что такое? Это ужас? Нет. Оказывается, «На миру и смерть красна». Что такое «На миру»? Это, значит, смерть за други своя, за свой народ, говоря современным языком, за Отечество. Вот в этом и есть глубокие корни нашего патриотизма. Поэтому, ну, смерть – это окончание одного земного пути и начало другого. Смерти нет. Кстати, проactively выражался. Так Yani, у нас киньбанского хамена, Они патриотизма.